Всем привет, вы на канале Аполло Геймс, и мы продолжаем проходить The Long Dark Redux. Так, следующее у нас задание, поищите припасы на заправке. Нам, оказывается, ещё нельзя поговорить с этой серой матерью, нам нужно сначала найти заправку. А где она тут? А, я вроде вон там что-то далеко видел. Да, это очень похоже на заправку. Правда, у нас перегруз, я забыл от него избавиться, у меня миллион котелков с собой только лежит. Ну-ка, а что мы можем вот с кепкой сделать, например? Ремонт. Ну-ка, а... Мы за 10 минут можем, типа, сделать ткань из этой бейсболки. Ну давай сделаем. Чё ты так задышал-то? Так, потрёпанные водительские перчатки. Ай, что же ещё? Котелок, вот, они по килограмму весят, у меня их целых 4. Крепкий котелок, в котором можно топить снег, кипятить воду и готовить еду. Но я не знаю, зачем мне их 4? Их бы где-нибудь выложить или... Ну, я их на металл, да, наверное, могу? Только металлолом. За один час разобрать. А зачем мне этот металлолом? Фиг его знает. Сколько у нас там вообще перегруз? 3 килограмма примерно. Ну-ка. Чуть больше 3 килограмм. Ладно, с этим мы, наверное, в доме матери там где-нибудь разберёмся. Может быть, найдём какой-нибудь ящик, куда мы можем это всё сложить. О, олени бегают. Ну как бегают, просто ходят. Да, вот у нас заправка орка. Красный крест. Косатка. Орка это косатка. Так. Чё у нас в машине? Как всегда ничего, да? Так. Ну-ка. Давай. Покинуть транспортное средство. Нет. Давай ещё бардачок обыщем. Ну, как всегда, пусто. Я даже не знаю. Давай заднее проверим. У меня такое ощущение, что... Ну, да. Смысла нету. Ладно, давай уже заходить на заправку тогда. Так. Вот вход. О! Привет! Я не ожидал тут кого-то встретить. Митхуселах. Митхуселах. Странное имечко. Я даже не знаю. Так, давай сначала просто осмотримся. Что здесь есть? Вот, аварийный фонарь. Защитой от ветра и механическим зажиганием. Работает на масле для ламп. Я его так искал в прошлой серии. Так, стопка бумаг. Ну, давай уже поговорим с ним. Чё он тут жарит? Ничего он не жарит. Так. Ещё один чужак. Ты сбежал из города? Сбежал из города? Нет, я только сюда добрался. Значит, ты не из беженцев с шоссе. У тебя усталый вид. Иди сюда, погрейся у костра. Кто ты? Никто. Но ты можешь звать меня Махус Саилом. Вот оно как. Я здесь, чтобы засвидетельствовать уход эпохи. Что ты имеешь в виду? Разве ты не видишь знаки? Странно. Машины город Астрид. Давай про Астрид сразу спросим. Я ищу свою подругу. Я ищу свою подругу. Она была со мной в момент крушения. Судя по всему, она тоже осталась жива. Здесь никто другой не проходил? Такие паузы? Капец. Много кто проходил. Все они шли в город. Но никто не возвращался. Так, машины. Давай машины спросим. Не знаешь, почему все машины заглохли и их побросали? Они перестали работать, и люди оставили их. Ну, блин, электромагнитная буря же была. Теперь это металлические гробы. Ты всегда такой веселый? У меня болит за тебя сердце, чужак. Мои дни подходят к концу, но тебе предстоит жить с тем, что осталось. Давай, город. Что это за город? Не помню, чтобы он был на картах. Это Милтон. Потерянный рай. Этот город – часть старого мира. Заброшенная, никому не нужная. Здесь мало надежд. Мне нужна моя подруга. Вряд ли ты найдешь здесь друзей. Странно. Странно, но мне кажется, мы уже виделись, старик. Вот как? Да, и само это место – все так странно и пусто. Землетрясения изменили здесь все. Хребет великого медведя сломан, и ему пришлось залечь на дно. Тогда почему ты до сих пор здесь? Разве мы с тобой здесь не за тем, чтобы увидеть апокалипсис апокалипсиса? Никто не думал, что мир погибнет именно так. Но как они могли этого не понимать? Подумаешь, просто метель и электричество вырубилось. Пара дней, и все вернется на круги свои. Не думаю, что это когда-либо произойдет. Все, поговорить мы с ним больше не можем. Будь осторожен, и удачи тебе. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. На, на все, давай. Полученное достижение – долгая зима. Так, что здесь еще есть? Вот, вижу, батончики лежат. Да, с перегрузом мы сейчас в ближайшее время точно ничего не решим. Разве что здесь можно как-нибудь сделать, чтобы я больше вес таскал. Топливо для фонаря. Это хорошо, у нас фонарь есть. Кстати, у нас с собой целая канистра. Сколько она занимает? А, ну, сколько в ней литров, столько же и килограмм примерно она весит. Ну, нормально, в принципе. Не слишком много. Надо как-то с этим разобраться. Так, тут еще банки вон. Корм для собак. Че я сюда сразу не зашел-то, а? Почему я не заметил, что мне надо было сюда? Я бы сейчас кормом для собак забил бы весь холодильник. Этой серой матери. Соленый крекер, ё-моё. Да мне тут на пол игры хватит. Ну, как на пол игры. Мы сейчас проходим, получается, первый эпизод. Потом будем проходить еще второй эпизод. А третий и четвертый, вроде, обещают разработчики выпустить в 2019-м. Я не знаю, когда именно, пока что. Ну, там уже ближе к концу прохождения первых двух эпизодов. Мы уже разберемся, когда следующие выходят. Офигеть здесь лута. Ё-моё. Че еще есть? Так, это нельзя. Банка кофе. Шоколадный батончик. Вот просто уже посмотреть. Почти 41 килограмм. 40 с половиной. Ох. Да. Так. Тут... Тут ничего. Бутылка воды на полке завалялась. Вот еще, блин, содовая газировка. Сохранение. Куда столько еды? Открыть холодильник. Ну, там, вроде, ничего нет. А, ну, замечательно, ты его открываешь. Если бы там что-то было, я должен был бы в эту щелочку пытаться достать через эту щелочку. Так, ладно. О, еще батончики. Я уже думал, здесь еда хотя бы закончится. Что-то тут уже какая-то, типа, подсобки. И туалет. Ну, давай в мусорке пороемся, чего бы и нет. Тяжелые времена. Металлолом. Нормально. Аптечка. Повязка антибиотики. Это хорошо. Так. Стопка. Металлический контейнер. Носочки. Туалет мне не нужен. Так. Офигеть. Еще куча банок. И спальный мешок, вижу, справа лежит. Ну, сейчас. Поношенная шапка из хлопка. Так. Спальный мешок. Разве у меня нету спального мешка-то? Ждем. Где он вообще был? Да, у меня вот их два. Зачем? Странно. Может быть, типа, вдруг я его потерял? История разрухи. Часть первая. Листовка с информацией об острове. Ну, заберем. Не знаю. Это нам что-то там по миссии. Ну, типа, как просто какой-то предмет истории, может быть. Так. Сколько перегруз? 45. Офигеть. Я даже не знаю, если мы не найдем, куда все это сложить в доме Сирой Матери. Хотя, зачем туда складывать? Мы-то сюда, может быть, не вернемся уже. Мы пойдем дальше по миссиям, и все. Так. Тут один шкафчик закрыт. Я ломик так и не нашел. Гвоздодер. Стопка бумаги. Ох. Столько груза. Еле на ногах держусь. Я понимаю. Прекрасно понимаю. 46 килограмм с собой таскать. Персики. Так. Спички. Дрова. Ё-моё. Просто придется, походу, это выкидывать. Вот тут мы можем, в принципе, что-нибудь приготовить. Там, сейчас там, напиться, все дела. Горючее. Еще столбки. Зачем мне вообще что-то еще разламывать, если у меня и так луто столько. Так. Ну, что мы еще можем там приготовить? Мы можем чая навернуть. Можем шиповника сделать. Что у нас по показателям? У нас с водой беда. Так. Со сном немного беда. А так вроде все нормально. Ну, давай разожжем. Я думаю, здесь мы можем без горючего разжечь. Ну, топливо это использовать будем только тогда, когда... А, да. Не, не вышло. Топливо мы будем использовать тогда, когда будет ветер. Там нам срочно нужно будет на улице где-то его развести. И, ну, там больше... Меньше шанс будет без горючего. А с горючим все нормально будет. Так, ну все. Почти разожгли. Сейчас будем смотреть вообще, что мы можем там приготовить. Готовить. Так. Давай в котелке. Наверное. Банку кофе. Свежая банка персиков. Дровяной чай. Я даже не знаю. Зачем нам это вообще надо? Ну, давай вот эту вот фиговую банку персиков, типа... Попробуем приготовить. Правда, зачем я тогда котелок поставил туда? А. Вот оно как. Подогрев до готовности 12 минут. Так он просто открыл банку. И, чтобы не есть холодное, это он его просто подогревает. Ладно, подождем. Я тут решил ботинки переработать на высушенную кожу. И когда только нажал, заметил, что я тут полтора часа буду этим заниматься. Ну, персики уже давно подогрелись. Так. Половинки персиков высокого качества. Ну, давай съедим. Типа тепло там даст нам, да? Все дела. Так вот. И костер у нас уже тут потух. Котелок мы прям здесь оставим. И я еще один сбросил. Надо вообще, по сути, еще от чего-нибудь избавиться. Да я даже не знаю. У меня дофига вообще всего. Давай. Не знаю. Котелок. Ну, вот эти вот банки мы точно сбросим. Зачем они нам нужны? Спальный мешок. Ну, будем знать, если что-то что здесь лежит. Это все добро. А, и от сна, получается, у меня, походу, выносливость меньше становится. Чем больше я хочу спать, тем меньше могу носить. Можно еще шапки проверить. Блин, вот шарф. Почему бы в отдельный слот какой-то не могу шарф поставить? Или вообще бы просто завязал бы его, не знаю, в крайнем случае, как тюрбан вокруг головы. И все. В чем проблема? Ладно. Носки. Можно носки посмотреть. Вот эти вот носки фиговые. А вот эти вот лучше. Давай наденем. Точнее, оденем. Так. Перчатки. Нет. Лучше у нас перчаток нет. Ай, давай. Пойдем поспим, короче. И потом с Серой Матерью поговорим. Все, вернитесь к Серой Матери. Я уже как-нибудь доковыляю здесь. Поспал целых 12 часов. И по итогу у нас максимальный вес все равно 30 килограмм всего. Это совсем ничего. Мне придется 10 килограмм скидывать. Я так люблю весь этот хлам, что расставаться просто с ним, это капец. Придется просто тут его кидать. Ну ладно, пошли говорить с Серой Матерью. Че она нам там скажет? Подруга. Давай. Рассказывай. Ты больше ничего не вспомнила о той ночи? Ничего такого, что поможет мне найти подругу? Я вернулась в ту ночь. Вой ветра. В городе слышны голоса. Я слышу их прямо под своим окном. Ветер сильный, но слышно хорошо. Крики. Ее голос разносится по всему городу. Она убегает. Она одна. Зовет на помощь, но никто не приходит. Почему ей никто не помог? Да, почему? Ей должны были помочь. Ее должны были найти до того, как стало слишком поздно. Если ты еще... Если ты еще что-то вспомнишь? Говорят, люди пришли из тоннеля. Что за тоннель? Единственная дорога через горы. Выход из Милтона. Она могла пойти только туда. Все. Ну все тогда. Поговорили и хватит. Так. Серая мать предполагает, что в тоннеле, который ведет из Милтона, что-то произошло. Осмотрите тоннель. Так. М-карта. Вот получается у нас тоннель. Да. А, ну он сразу за заправкой. Сейчас мы туда доберемся. Я тут пока скину все. И посмотрим, что в тоннеле. У нас здесь очень сильный туман. Подожди. Я что, свернул с дороги? А, нет. Все правильно. Сейчас, когда выходил из дома Серой Матери, мне показалась подсказка, что в машинах можно найти много чего полезного. Не забывайте осматривать их. Ага. Мы нашли хоть что-то полезное там. А что-то в первых двух машинах, наверное, которые мы обыскали, там, пару стопов бумаги нашли и все. О, труп. Что здесь произошло? Смотрите автобус. Обыскать замороженный труп. На заключенных каких-то похоже. Он вроде татушки, да? Или это грязь? Ну и типа оранжевая роба. Все дела. Так. Поискать в портфеле. Он вижу антибиотики слева. Список перевозимых заключенных, да? Список заключенных, прибывающих в федеральную тюрьму. Черный камень. Прочтем. Ну, понятно, кто здесь устроил разбой. Перо. Ну, оно вроде немного весит, так что заберем для стрел. И вот это. Я освободил место до 29 килограмм. Сейчас уже снова перевес. Я и так очень много чего скинул. Починился полностью почти. Все, что можно там. Все наши вещи. Так. Что там? Я не могу разобрать верх ногами вообще. Ладно, вернитесь к серой матери. Снова. Это все, что мы тут посмотрели. Все, завален вход, короче. О, понятно. Ну, может быть, еще какой-то выход есть отсюда. Подожди, вот по карте вот посмотрим. Сюда дорога куда-то ведет. Тут что-то есть. Церковь Святого Кристофера. Хм. Ну, ладно, вернемся. Ну, давай спросим у нее, что там дальше. Туннель. Нашел? Да, как ты и говорила. А твоя подруга? Ни следа. Через туннель не пройти, похоже на обвал. Но она могла там пройти еще до того. Если туннель завален, для серой матери это конец. Туннель единственный путь через горы? Не единственный, но единственный для меня. Нет, ступные. Она была в туннеле, у автобуса. Это точно. Хочешь сказать, она прошла через туннель? Не знаю, но она точно была там. Она оставила мне знак, слово «неотступные». Вот что там было. Старинное слово, почему она его написала? Она хочет сказать, что будет бороться. Или просит тебя не сдаваться. Но почему так длинно? Наверняка это значит что-то большее. Почему? Потому что ты для нее важен? Она написала это своей кровью. Кажется, я припоминаю. Был на севере городок. Как же он назывался? Точно, неотступные мельницы. Там много лесопилок. Раньше это было важное место, а теперь город, считай, вымер. Как Милтон. Может, она указывает тебе путь? Неотступные мельницы. Как туда добраться? Пока землетрясение не завалило дороги, можно было на машине. Значит, придется пешком. Это долгий путь. Астрид. Я сильно беспокоюсь за свою подругу. Осталось только одно дело. Нужно проводить ее в последний путь. Последний путь? Но я еще не сдался. Я вспомнил о кое-что. Дом фермера на другом конце города. Той ночью все так запутано, но... Но я помню дом фермера. Где-то там есть ключ к банковскому сейфу. Отправляйся в банк и принеси мне сейф, к которому подойдет ключ. И ты поймешь, что с ней случилось. Стоп. Ферма, банк... Как это связано с моей подругой? Ее оставили, понимаешь? Ей нужна была помощь, а ее оставили. Но мы все сделаем как положено. Я не понимаю. Иди в банк. Ответы там. Иди. Ясно. Наш главный герой такой, Астрид, типа, все дела. Я, блин... О, моя куча лута. Типа, я ее так ищу. И сидит лясо, точит просто такой, ну, типа... Такие паузы между разговором. Ну... Это вообще капец какой-то. Ладно. Так. Что у нас там дальше? Вот у нас этот дом. Вероятно, что слепая старушка, последняя оставшаяся в живых, обитательница Милтона. Она может знать, что случилось с Астрид. Ты только что, блин, чувака на заправке видел. Какая последняя? Итак, ферма Райские Луга. И вон волк ходит. Я думаю, мы вполне можем на него наткнуться здесь. Наверное, кругами тут ходит, типа... Поджидает нас. Ну, игра так сделана, скорее всего. А, так. Так, мы тут ключ какой-то должны были найти, насколько я понял из разговора. Так, он где-то там ходит. Его шаги вроде слышно даже. О! О, черт! Обыскать замороженный труп. Факельная ракета. Энергетический батончик. Носки и все. Я уже надеялся, что я сразу ключ найду. Но нет. Так, верстак. Разделка туши в полевых условиях. Мы чему-то там обучились. Капкан. Небольшой капкан для поимки дичи. Ну, вообще, я пока что даже не чувствую какого-то выживания, чтобы нам вот это вот все понадобилось, что здесь лежит. Мы только бегаем по делам просто бабки и слушаем ее брехню. Высушенные кишки пригодятся для изготовления и починки. Починки чего? Что можно починить кишками? Мне интересно. Так, на улице там что-то... Пуга начинается. Все. Сейчас будет холодно. Тут еще один топорик есть, но зачем он мне тоже? У меня есть свой. Ну-ка, посмотрим, как его состояние. А, давай, легче так сделаем. 68. Ну-ка, этот... Он, да, лучше. Давай, это мы скинем. Как завыло-то. Давай, пошли дальше. Зайчишка бегает. Я так думаю, вот этими капканами как раз зайчишек и ловить, да? Они, наверное, маленькие. Давай вот просто посмотрим. Да, это зайчишек ловить. Сбросим его. У нас так еды навалом. Я думаю, может быть, как-то можно повыше уровень сложности поставить. Так, ну вот, есть ли смысл вообще машину обыскивать? Грузовик вообще не работает. Двигатель не заводится. Понятно. Так, может быть, в бардачке что-то будет? А, ясно. Они забыли, походу, добавить здесь лут, когда переделывали игру. Машины. Слишком увлеклись чем-то. Ну, еще остается вот этот вот домик. И все. Это не к добру. Ага. Такая лапа кровяная, это, конечно, не к добру. Так, тут точно ничего не надо. Ну, давай, заходим. Заключенный с ножом в ребре. У тебя на руке шарф. Откуда он у тебя? Ха. Ты никогда ее не найдешь. А вон и ключ лежит. Что ты сделал с моей подругой? Мы их всех сожгли, да и дело с концом. Делов-то, затолкали всех внутрь и заперли дверь, да и все. Вы чудовище. Так уж вышло. Свет отрубился. Автобус потерял управление и вломился в тоннель. Крыша рухнула прямо на нас. Я оттуда еле выбрался. А кое-кто там и остался. Люди собрались вместе в попытке согреться. Электричество пропало. Держались кучкой. Дрожали, тряслись. Ох, хотелось бы мне это увидеть. Мы уж их отогрели. Ты просто урод. Это уж наверняка. Мы загнали всех в старую школу, чтобы удобнее было за ними следить. И тут что-то случилось с электричеством. Свет отрубился. Потом везде заискрило и загорелся огонь. Твоя девица с шарфом нашла нас, когда школа уже горела. Она пыталась вытащить людей, но было уже поздно. Все уже задохнулись от дыма. Она дралась, что твоя тигрица воткнула в одного из наших то ли нож, то ли отвертку. И меня пырнула. А потом убежала прямо в метель. Да давай его уже добей и всю ключ забираем. Где ты видел ее потом? Хочешь узнать, где твоя дамочка? Сначала помоги мне. Чтоб тебе, говори, где она. Мы догнали ее. Но она у тебя с характером. Нож остался у нее. Сам видишь, как она меня уделала. Это что сейчас с камерой было? Мы пытались ее остановить, но она забралась в автобус. Она оказалась такая мелкая, что смогла пролезть. Она сбежала. Хорошо это или плохо, черт ее знает. Если вы хоть пальцем ее подумаешь, крылышки подрезали. Ничего такого. Ничего такого. Ну ладно, кровь немного пошла. Отсюда сейчас не уедешь. Дороги завалены. Ты никогда ее не найдешь. Снал бы ты, какой я уперт. Ты ему уже никак не поможешь. Час откинется. Я тебе все рассказал. Помогать-то будешь или нет? Вытащи нож. Он так глубоко застрял, я ничего ниже пояса не чувствую. Его нужно вытащить. Ты ведь еще и к старушке явился. Мало тебе было того, что куча людей умерли в огне. Слушай, ты думаешь, меня за хорошее поведение в этот автобус посадили? Он в черный камень идет. Черный камень? Ну да, федеральная тюрьма, черный камень. Туда отправляют от бруса и забросов. Самых последних дерьмецов. Тех, кто не достоин жить на материке. Это вроде как старая колония, чтобы и провалиться. Все знают, что оттуда так просто не выберешься. Подумай, как тебе повезло. Жители Милтона, их настигла страшная смерть. А ты выжил. Че, мы его убьем все-таки? Нож на себя, нож от себя. Я так и знал, что нам дадут выбор, типа, убивать его или нет. Ой, ну я даже не знаю. Типа, зачем его оставлять в живых? Ты поранил мою подругу. Может, ты убил ее. Черт тебя знает. До смерти напугал пожилую женщину. Оставил кучу народа на верную смерть. Да ты радоваться должен, что в тебя всего лишь нож всадили. Нет! Ах ты сукин сын! Сонова бич. Все, откидывайся. Да зачем его, типа, оставлять? Нафиг он нужен, серьезно? Еще потом мы его где-нибудь встретим. Ну, хотя, навряд ли тоже. Как бы он выжил, он там уже ниже пояса ничего не чувствовал. Интересно, это как-то повлияет на то, что будет дальше? Хопс! Он не представился, но мы узнали его имя. Классно. Все, забираем. Так, ну. Ключ от банковского сейфа 15. Ага. Принадлежащего фермеру. Открывает сейф в банковском хранилище. Давай забираем. Ладно, на этом я уже буду заканчивать. Что будет дальше, увидим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.